МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свалка памяти. По какой причине в Ужгороде людей приходится хоронить на мусорном полигоне? Хватит роботов. Сооснователь Гугл призвал прекратить работу над искусственным интеллектом, чего испугался. В Украине очередные местные выборы в 40 объединенных территориальных громадах. Голосование состоялось в рамках децентрализации. Как все прошло и были ли нарушения? Все подробности в нашем материале. В 40 территориальных громадах провели местные выборы. Это 250 тысяч избирателей в 133 местных советах. Избирательные участки открыли, но не везде вовремя. Например, в Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях несколько пунктов распахнули двери с получасовым опозданием. А в Волынской области организовали незаконный трансфер. Людей подвозили к участкам на автобусах с охраной. Согласно данным комитета избирателей, в Днепропетровской области голосовали за пределами участка. А еще наливали спиртные напитки от имени одного из кандидатов. В Одесской области пришлось смешаться полиции. Задержали наблюдателя. Женщина записывала в тетрадь именно тех, кто проголосовал за нужного кандидата. А рядом сумму вознаграждения. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. После проведения очередного голосования в Украине будет создано уже более 700 объединенных территориальных громад. Украинцев могут лишиться субсидий в начале нового отопительного сезона. Кабмин утвердил новые правила. Теперь, например, если семья владеет автомобилем, которому менее 5 лет, субсидий не будет. В помощи откажут также владельцам просторного жилья. Для квартир это более 120 квадратных метров, для домов свыше 200. Исключения предусмотрены только для многодетных семей, а также детских домов семейного типа. Соцработники будут еще тщательнее проверять доходы. Если человек работает нелегально или сдает квартиру в аренду, он тоже потеряет субсидию. Бюджетники Ивана Франковской области до сих пор без зарплаты. В начале апреля медики и педагоги выходили на митинги и требовали немедленно погасить долги, но их не услышали. У чиновников остался месяц, чтобы рассчитаться с людьми. Иначе рискуют потерять свои кресла. Почему, выясняли наши корреспонденты. У медсестры Ольги Бадаряк, как и у большинства медработников, зарплата минимальная. Женщина жалуется, деньги не платят уже почти два месяца. На работу Ольга добирается из горного села. На дорогу туда и обратно тратит полсотни гривен. И сейчас денег не осталось даже на еду. Все, что можно, уже давно сократили, уверяет главврач Верховинской районной больницы Николай Илюк. Но денег на зарплаты все равно катастрофически не хватает. Ситуация по Верховинскому району Найкритичнейшая. На данный час у нас только 64% выплачены зарплаты за березень месяц. И квитневых лимитов уже нет. Уже травневыми выдатками мы будем проплачивать зарплату за березень месяц. К тому же остались еще прошлогодние долги. Задолженность за декабрь почти 2 миллиона гривен. Такая ситуация в районе не только у медиков. Без зарплаты и другие бюджетники, педагоги, работники культуры. Кое-где людей даже просят уходить в неоплачиваемые отпуска. Мы не платим замены. Мы просим освятян пойти в отпуск за свои рахунки. Хаба это нормальное явление? Это не нормальное явление. А собирать податки по 50, по 100 гривен за землю или еще какие-то другие податки. И платить освятянам зарплату, это не нормальное явление. Задолженность перед бюджетниками области достигла уже почти 50 миллионов гривен. Самая сложная ситуация в Косовском, Тлумацком и на Дворнянском районах. Я готов с вами ехать в Министерство финансов. У меня есть четкие розрахунки. Я им покажу, где у них помилки. Это не складно. Один раз поменять формулу, дать 100% забезпечить освятую, охрану здоровья на местах. Руководитель области призвал председателей районных администраций найти внутренние резервы, чтобы погасить долги. Дал чиновникам всего месяц. Иначе грозится всех уволить. Размова будет короткая, Роман Михайлович. До конца травня. А бы платим гроши, а бы звеняем месяц. Вместе с тем депутаты облсовета намерены еще раз спросить центральную власть о дополнительном финансировании региона. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Сто лет ВМС военно-морской флот Украины празднует юбилей. С годовщиной моряков поздравил президент Петр Порошенко. На своей странице в фейсбуке глава государства отметил важность морского флота в борьбе с большевизмом в прошлом веке. Накануне юбилея Украинский институт памяти опубликовал видео, посвященное этой дате. Напомню, 29 апреля 1918 года весь Черноморский флот Севастополя стал украинским. Тогда над большинством кораблей ВМС подняли сине-желтые стяги. Без раненых, но и без тишины. Ситуация на Донбассе по-прежнему далека от перемирия. С начала суток боевики открывали огонь уже 13 раз. На Луганском направлении ударили из тяжелой артиллерии. На Донецком применяли в основном стрелковое оружие. На позициях в Авдеевской промзоне побывал и наш военкор Игорь Левенок. Авдеевская промзона. До позиции наших десантников добираемся только перебежками. Чуть замешкался и сразу же начинают свистеть пули. А вот у ребят на позиции пока затишье. Военные в это время чистят оружие. А сегодняшняя ночь и утро были неспокойными. Со стороны врага работали минометы и стрелковое оружие. Впрочем, как всегда говорят десантники, пришлось отстреливаться. Армейцы уверяют, здесь в районе Авдеевской промзоны они удерживают стратегически выгодные позиции. Окупанты это понимают. Поэтому не бывает и дня, чтобы противник не пытался всячески оттеснить наших военных. Наблюдать за врагом нужно постоянно. Что там зараз? Тихо поховалось, как шерим. Позиция да, мы фактически видим их всех на ладони. То есть то, что они там себе решили придумать, что нам только дай команду. Мы уже и сеновато, и Донецк будет наш. Бои в районе Авдеевской промки ужесточились. Начиная с Пасхи, здесь не умолкают запрещенные калибры. В том числе работает артиллерия наемников и даже танки. Наши ребята окопались. По открытой местности ходить опасно. Что это было? Все. Привет. Но несмотря на постоянные обстрелы, недосыпание и опасность, которые подстерегают на каждом шагу, десантники надежно удерживают этот участок фронта. Утверждают, что мотивации у них более чем достаточно. Не журите сейчас. Не, не. Главное, чтобы было все в семье хорошо, что дома, если у нас будет хорошо, то у нас будет все хорошо. Нас дома все ждут. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Из прифронтовой Авдеевки. Подробности телеканал Интер. Под канонадом ушкетов и пушек в Корсунь-Шевченковском снова одолели войско Речи Посполитой. В мае знаменитой битве исполняется 370 лет. Тогда украинские казаки одержали одну из решающих побед над польской армией. Эпизод этого сражения воссоздали столичные реконструкторы. Станислав Кухарчук расскажет подробности. Стрелы, копья, мушкеты. Эта экспозиция в музее Корсунь-Шевченковского заповедника полностью посвящена казацкой эпохе. А один из стендов повествует об успешной битве национально-освободительной войны. Тогда, 370 лет назад, под Корсунем войско Богдана Хмельницкого в пух и прах разбило польскую армию. Правда, экспонатов с возможного места битвы в музее не так уж и много. Казацкий палаш и бронзовый казан. В мае 1648 года от отступающей 28-тысячной польской армии осталось не более 2000 солдат, рассказывает заведующий музея. Для Речи Посполитой-то битва стала тяжелейшим ударом. Всю информацию они, историки, черпали из летописи личной переписки шляхты и тогдашней европейской прессы. Впрочем, ни захоронений погибших, ни точного места боя ученые до сих пор не нашли. По факту, место неведомое. То есть, оно есть, но его нет. И, в принципе, выявить его, ну, очень сложно, потому что там же поля скрозь, и уже переорвано все. И если кто-то что-то находится, то не можно сказать, это место будет, или это не место будет. На фельд пробовали, и на перец это очень хорошо. Так что наши хлопцы это оценят, наши казаки. Старинное оружие, одежду и предметы быта тех времен можно не только рассмотреть, но и потрогать. Украинские казаки, а точнее их потомки, столичные реконструкторы, для того, чтобы вжиться в образ перед боем, создали точные копии по материалам иконографии 17 века и археологических раскопок. Главное для нас, это, естественно, археология и сбереженные залишки. А если мы сейчас скажем про Берестечку, то как раз поле битвы при Берестечке дало главный материал для реконструкции, потому что там как раз и грунты, и стан сбереженности такой, что за много лет раскопок там было найдено купа речей. Из лагеря казаки выдвигаются на пороге речки Рось. Они будут воссоздавать не сам бой, а один из его возможных эпизодов. Отступающие солдаты разбитой польской армии пытаются спасти казну, но их настигают украинцы. Завязывается сражение. Посетители заповедника, разинув рот, наблюдают за баталией. После перестрелки казаки переходят реку, схлёстываются с поляками в ближнем бою и побеждают, как и 370 лет назад. Этой молниеносной победе аплодируют даже зрители. Это только возможный эпизод того самого сражения под Корсунем. Историки и реконструкторы всё надеются, что точное место боя рано или поздно удастся установить. И это станет главной победой для исторического наследия украинского государства. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. ЧП на острове Хортица. Вандалы разбили памятный знак борцам за волю Украины 1918-2018 годов. Каменный крест установили в минувшую субботу в рамках украинско-литовского проекта. Тогда сотни запорожцев и гостей города высадили на территории заповедника более 2000 саженцев молодых дубов, которые специально привезли из Литвы. Злоумышленники сбросили с постамента крест и отбили часть гранитной мемориальной таблички. Нарушителей ищут за помощь. В их задержании назначено вознаграждение. Проезд на выживание. В одной из городских маршруток Львова сломали руку ребенку. Как все произошло и кто за это ответит, выясняла Галина Якушко. Пока люди стояли, что холостя, то дим не подображало, как ту руку, я сломал. Марк показывает забинтованную руку. Переживает, гипс наложили на три недели. Теперь может не сдать экзамен по сольфеджио в музыкальной школе. В тот вечер он, как обычно, возвращался с мамой после уроков в музыкальной школе. Сели в переполненную маршрутку. Когда дверь открывали на одной из остановок, мальчику зажало руку. Люди начали меняться местами. Его зачепили, его понесли людским потоком. У него рука как-то туда зашла. Вот так ему стеснуло. Вот так, вдвое фактически. Виной всему переполненный людьми транспорт, считает мама. У меня есть претензии, власне, до самого транспорта в сообществе и города Львова. У них не может в эти маршрутки впихнуться. А если впихнешься, ты не знаешь, что ты просто неушкоден и из той маршрутки выйдешь. Перевозчики оправдываются. Брать меньше людей не могут. Но обещают, если их водитель виноват, то ущерб за лечение компенсируют. Физично водитель, если он закроет двери перед кем-то, видит полный салон, например, есть в эталоне достаточно 40 пассажиров на окне приблизительно. И если он не остановится на остановке, а если остановится и не откроет двери, так же будут спрашиваться люди, потому что люди хотят ехать. Оплатить лечение могла бы и страховая компания. Но пока страховать жизнь и здоровье пассажиров никто не обязывает. Впрочем, ждать позитивных изменений в транспортной системе города в ближайшее время не стоит. На днях глава Ассоциации перевозчиков Львова заявил, что в очередной раз подорожает проезд маршрутках. Тратить заработанные деньги на покупку новых автобусов перевозчики не собираются. Мол, заработанных денег не хватает на обновление автопарка. Виктор Ткачук, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Улица Надгробий. В одном из городов Волынской области местные жители раскрыли тайну городских бордюров. Они оказались еврейскими надгробиями, которым почти 100 лет. Кто использовал могильные плиты как струйматериал, расскажут наши корреспонденты. Это улица Лысенко в Горохове, небольшом городке Волынской области. В этом месте землю размылой, на поверхности оказались каменные плиты. Местные жители заметили на них странные надписи, которые никто не мог прочесть. Бетонная конструкция оказалась надгробием. Это Мацева, памятник, который устанавливали на могилах евреев. На ней на иврите сохранились все данные об усопших. Это мужчина. Я не вижу все буквы, поэтому прочитать так не смогу. Но здесь я вижу Аврахам. Умер. Вот стоит Дата. И месяц Адар первый. Горожане не могут объяснить, когда и каким образом Мацевы стали частью тротуара. Вероятнее всего, это произошло во время оккупации Волыни немцами приблизительно в 1943 году. Свидетелей тех событий в городе не осталось. Только немногие помнят истории, которые рассказывали родители. В Горохею была бригада поляков, которые занимались укладкой тротуарей, брукевку рубили и все. И немцы их заставили разобрать цвентарь там, что есть, где в районе базара, где зараз базар. И вот эти надгробки. Сюда, а было кругом школы, ну, было-то такое, не было хорошей дороги. Там мустите, вот и все. В Горохове обнаружили уже около 40 Мацев, но местные жители не исключают, что таких вмонтированных в дорогу надгроби в городе и близлежащих селах еще много. Когда пришли немцы, я знаю там одну такую историю, что в Горохове было так, что когда немцы евреи вели расстреливать. Еврейская община Луцкая обратилась к местным властям с просьбой переместить Мацевы на место, где когда-то находилось еврейское кладбище. Мы находим Мацевы под асфальтом и в коллекторах. Мы их собираем, завозим. Правда, сейчас там место массового расстрела евреев в Луцках. В Володимире Волинском очень много находим. Мы сделаем проект этого мемориала, мини-проекта. Мы его поводим. И они уже за свои деньги будут это упорядковывать. Перевезти гороховские Мацевы хотят вот сюда, к памятному знаку расстрелянных евреев. На этом месте и планируют обустроить мини-мемориал. Леонида Борин, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Волынская область. А в Закарпатской области умерших отправляют на свалку. В Ужгороде могилы на городском кладбище уже копают возле мусорного полигона. Родственники возмущены, но у мэрии свои аргументы. Обе стороны выслушали мои коллеги. Как на меня, это вообще очень моторное ведомство. Александра одна из первых начала публично обсуждать в соцсетях проблемы единственного Ужгородского кладбища. Городская свалка буквально наступает на захоронение. Небе на смятя выкинули. Для наших людей это правильное богохульство на самом деле. Анна Сливка два года назад похоронила мужа. Другого места не было. Свежие могилы копают впритык полигону бытовых отходов. И запахи, и вороны тут седают. Мы убираем каждый тиждень. Все равно оно не видно, что убрато. Нечисть и все, мне кажется. И они когда высыпают тут мусор, и они уже сюда сыплют. Директор коммунального предприятия разводит руками. О том, что на кладбище практически нет свободного места, он предупреждает власти не первый год. Открыли его еще в 80-е годы прошлого века. Здесь захоронены 25 тысяч человек. Эту проблему знают все. За эту проблему собирались неодноразово тут. Значит, был и заступник областного, облдержадминистрации. Мы тут проводили нарады и выезды, и вырешивали вопросы. С 2001 года решают, где бы открыть новое кладбище. И в сегодняшний день все вот так дальше никуда не идет. Открыть новое кладбище в Ужгороде негде, сетует в мэрии. В городской черте нет подходящей территории. Свободные земли ищут в соседних селах. Эти серьезные проблемы мы отримали в спадок. И, на жаль, у нас нет возможности решить это выключено своими силами. Ведутся перемоги с Ужгородским районом. Пока что, на жаль, конкретных каких результатов нет. Пока же мусор возле кладбища решили засыпать грунтом и разровнять холмы, чтобы увеличить площадь для захоронений. Директор коммунального предприятия предлагает подумать и о кремации. Здесь установили специальную стену с нишами для хранения урн с прахом. Но пока ими не пользовались. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Украинских туристов, которые застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе, планируют доставить домой завтра. Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы украинского МИДа Василий Кирилевич. Некоторые люди с пятницы ждут транспорт. В МИДе говорят, что у туроператора возникли проблемы. Нет самолетов. Также более суток туристы не могут вылететь в Египет из аэропорта Борисполь. Их разместили в отелях. Россия собирается поставлять в Сирию свои противовоздушные системы С-300. Об этом уже неоднократно заявляли высокопоставленные российские чиновники. Одним из первых на эту новость отреагировали израильтяне. В Иерусалиме заявили, что если С-300 помешают выполнять боевые задачи, их просто уничтожат. Подробнее Сергей Оуслендер. Новость эту обсуждают очень активно. Экспертов интересует главное, смогут ли С-300 повлиять на действия израильской авиации. Я напомню, что после ракетной атаки, в ходе которой американский флот уничтожил инфраструктуру по разработке химического оружия, Москва заявила, что поставит Дамаску зенитные системы, причем совершенно бесплатно, для защиты от иностранных налетов. Каких именно, россияне не уточнили. Но хорошо известно, да Иерусалим, в общем, особо это и не скрывает, что израильские самолеты регулярно бомбят Сирию. Или уничтожают конвои с оружием для террористов, или отвечают таким образом на обстрелы израильской территории. Ну, естественно, имеется в виду только на израильские налеты, потому что американских самолетов там нет, а С-30 сбивать американские ракеты она не может. Но наверняка в Израиле есть какие-то средства, о которых, не разумеется, ничего не известно, чтобы противостоять этим ракетам. Средства такие, скорее всего, есть. Во всяком случае, израильские летчики регулярно тренируются на Кипре противодействовать С-300, потому что на вооружении армии этой страны есть подобные системы. Кроме того, здесь накоплен огромный опыт по преодолению вражеской ПВО. Недаром же министр обороны Авикдор Либерман совершенно недвусмысленно заявил, что если это оружие будет использовано против израильских самолетов, его немедленно уничтожат. Теперь вопрос, где же оно будет размещено. Если на российских базах, в Хемимим или в Тартусе, то израильтяне его, скорее всего, атаковать не будут. А вот если за пределами, то тогда С-300 становится легитимной целью. Есть еще один момент. Многие эксперты отмечают, что, скорее всего, боевые возможности этой системы, что называется, сильно преувеличены. Во всяком случае, С-300 никогда не использовался в бою и был испытан только на полигонах. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Трамп все-таки решился. Президент США назначил дату визита в Великобританию. Полтора года он не осмеливался ответить на приглашение премьер-министра из-за протестов, которые обещали британцы. Что изменилось и каким будет первый визит американского президента в Лондон, расскажет Светлана Чернецкая, наш британский СОПКОР. В Лондоне Дональда Трампа ожидают в июле, в пятницу 13-го. И уже понятно, что этот день ему запомнится надолго. Правда, не только знакомством с Ее Величеством, но и масштабными протестами. Противники американского президента обещают самый массовый митинг в его честь. Приглашение посетить Великобританию Трамп получил еще в январе прошлого года, как только стал президентом США. Письмо от королевы лично доставила британский премьер. До сих пор журналисты вспоминают теплый прием, которого удостоилась Тереза Мэй в Белом доме. И трепетные отношения, которые лидеры, не стесняясь, демонстрировали. Но вот в Лондоне далеко не все с нетерпением ожидают приезда американского президента. Уже десятки тысяч людей заявили о своем желании поддержать уличные протесты. Такие протесты это возможность показать, что за Америкой следит весь мир. И многих беспокоит то, какие взгляды у американского президента и какие законы он продвигает. Несколько раз визит президента США в Лондон переносили именно из-за опасения массовых протестов. В результате американский лидер таки посетит Британию, но программу пребывания сократили. Визит будет рабочим, а не государственным. Такой статус не предполагает торжественных церемоний. Не будет ни поездки в золотой карете по центральным улицам Лондона, ни пышного банкета во дворце ее величества, чего удостоился тот же Барак Обама. Выступить в стенах матери всех парламентов тоже не удастся. Британские законодатели не упускают возможности покритиковать Трампа. И предупредили заблаговременно. Ему в парламенте рады не будут. Еще предстоит утрясти все детали, с кем и когда президента будет встречаться. Команда для организации визита прибудет в ближайшее время. Но глава нашего государства достаточно толстокожий. Он не побоится протестов, поэтому точно посетит Лондон. Скорее всего, с ее величеством Трамп все же познакомится. Правда, это будет короткая встреча. Он также проведет переговоры с премьером Терезой Мэй. Остальные встречи под вопросом. В Белом доме особой важности визиту не придают. Дескать, это только один из пунктов на пути президента. Ему будет удобно посетить Лондон, возвращаясь в саммит АНАТО в Брюсселе. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Совсем как в фантастических фильмах. Один из основателей Гугла направил открытое письмо сотрудникам и инвесторам. Призывают задуматься об опасностях искусственного интеллекта. Какие угрозы он видит, выяснял Дмитрий Анопченко. Разработки искусственного интеллекта, когда компьютер не просто выполняет задачи, но при этом способен думать, творить, самостоятельно принимать решения, идут сейчас невероятными темпами. Эти системы уже расшифровывают звук, когда мы диктуем, занимаются машинным переводом на сотни языков, очень широко используются в медицине для диагностики. Но один из основателей Гугла, Сергей Брин, он сейчас возглавляет холдинг «Алфабет», прислал акционерам письмо вовсе не с описанием будущих грандиозных прибылей. Он призывает больше говорить об угрозах. Пишет, жизнь сейчас настолько переплетена с современными технологиями, что пришло время максимальной ответственности и максимальной предусмотрительности. И задает конкретные вопросы, над которыми мы с вами пока что не задумывались. Как эти технологии повлияют на занятость? То есть не приведут ли к чудовищной безработице, когда функции тысяч людей сможет выполнять один только умный компьютер? А как мы вообще сможем понять, что у таких систем на уме? Безопасны ли они? И могут ли манипулировать людьми под видом того, что помогают? Что интересно, Брин в этих заявлениях не одинок. Тот же Билл Гейт из Майкрософт не устает повторять. Уже через несколько десятилетий искусственный интеллект станет настолько сильным, что превратится в повод для беспокойства. Тот же основатель Теслы Илон Маск уже сейчас категоричен. Дескать, разумные машины более опасны, чем ядерное оружие. Говорит, техники не подвластны человеческие эмоции. А значит, никто не знает, к каким умозаключениям придут роботы. И не захотят ли избавиться от людей. Так что предупреждений множество. Но те, кому они предназначены, настолько увлечены преимуществами, которые дают новые технологии, что вряд ли их услышат. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Распятие как символ культуры, истории и национальной идентичности. Власти Баварии распорядились повесить кресты во всех государственных учреждениях земли. Зачем и как на это реагируют в других регионах, Татьяна Лагунова подробнее. На такие мероприятия немецких журналистов приглашают нечасто. Премьер Баварии Маркус Зёдер вешает бронзовое распятие в приемной государственной канцелярии, чтобы на личном примере убедить остальных баварских чиновников сделать то же самое. Пока что установка распятий в баварских госучреждениях дело добровольное, но уже с 1 июня станет обязательным. Такое решение приняло правительство земли, чтобы подчеркнуть исторические и культурные традиции баварцев. И само решение, и формулировка, зачем вызвали в Германии шквал критики, баварцев упрекают в попытках ущемить представителей других религий. Не в восторге и духовенство представители церкви уже заявили, негоже использовать религиозную символику в политических целях. Официальный Берлин это решение пока не комментировал. Но представители правительства только намекнули, баварцам стоит внимательно почитать Конституцию. В нашей Конституции есть два принципа, которые уравновешивают друг друга. С одной стороны, право на свободу вероисповедания, а с другой, обязанность государства соблюдать нейтралитет. Я надеюсь, что премьер Баварии тщательно проанализировал, соблюдается ли баланс в этом случае. Есть уже и первые акции протеста. Студенты из Регенсбурга инициировали сбор подписей с требованием не вешать крест в здании вуза. Дескать, университет это территория разнообразия и свободы, в том числе и религиозной. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Почему в Лондоне стало опасно гулять под деревьями? И зачем в Мадриде массово переименовывают улицы? Об этом и не только в нашем обзоре. 12 миллиардов евро на вооруженные силы Германии дополнительно просит министр обороны страны. Сумма рассчитана на ближайшие три года. Это почти вдвое больше, чем заложено в бюджет. По данным Минобороны, деньги пойдут на оснащение и улучшение инфраструктуры Бундесфера, а также на отдельные проекты. Среди них строительство подводных лодок в сотрудничестве с Норвегией и покупка американских военно-транспортных самолетов. На юго-востоке Великобритании расплодились ядовитые гусеницы дубового шелкопряда. Предупреждение об их нашествии в Лондон объявили в эти выходные. Специалисты просят местных жителей не прикасаться к насекомым, поскольку это может вызвать сыпь, рвоту и даже астму. Ядовитые волоски гусениц попадают в воздух и остаются токсичными до пяти лет. Полмиллиарда долларов выделит правительство Австралии на восстановление Большого барьерного рифа. Часть суммы предназначена для очистки воды и защиты от морских звезд, которые питаются кораллами. Еще часть получат фермеры. Отдельно выделят деньги на исследования. Большой барьерный риф – самый крупный в мире объект, образованный живыми организмами. Его площадь – около 350 тысяч квадратных километров. В испанской столице переименовывают улицы, связанные с правлением диктатора Франциско Франко в середине 20 века. Создание Мадрида уже сняли таблички. Всего поменяют около полусотни названий. Закон об этом Горсовет принял еще в 2007 году. Но из-за обжалования решения фондом Франко процесс затянулся. Убрать свинью с дороги оказалось проблемой для канадских полицейских. В городе Инисфилл животное препятствовало дорожному движению. Правоохранитель не смог затащить 90-килограммовую свинью в машину. После неудачной попытки вызвал подкрепление. Только тогда животное смогли погрузить в трейлер для скота и отвезти владельцу. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности вей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. И желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok